Таким образом, можно предположить, прочитать эту картину, учитель раздает хлеб, объединяя всех по двух городах, учитель дает вино, дает душу, создается новый организм, то есть, если вы помните, в Евангелии Туана, оно во время вечерей содержит еще и молитву, там еще молится, молится он именно о единстве, чтобы они были едины, как мы едины, с другом едины, то есть, как бы благословляет это единство. То есть, одна из составляющих вот этой вечери – это единение. Хлеб, как объединяющий вечер. Второе понимание, да, мы говорили уже, коснулся этого в прошлый час, история с Муфи Бош, который ел хлеб, поднял пету, а хлеб – это Тора. То есть, опять же, это устойчивое, ну, в Мидрашах устойчивое понимание, очень распространенное толкование, слово хлеб, как слово Тора. Можно сказать, опять же, почти современник Ишо, Раби Ишмэ, он родился где-то в сороковом году. Он разговаривает со своими учениками и говорит им, вы не хотите, нет ли у вас желания поехать в другую Ишиву, поехать из Твери в Лон? Они говорят, нет, мы будем есть твой хлеб, пить твое. Хлеб – символ учения, символ Тора. Сегодня до сих пор сохранилась эта традиция в хасидских общинах, а в израильских источниках 1-2 века она очень часто упоминается. Учитель раздает хлеб, через это раздаются, распространяются знания, переходит какое-то состояние, часть состояния учителя, переходит к ученикам. Если бывали в Израиле на свадьбах, кто-то бывал, может быть, невеста, жених раздает халы. Прекутся большие халы на свадьбах. Кто хочет благословения на бра, берет хал и… Ну, что есть такое поверье, что, мол, вот эта вот мозаль, вот эта вот удача, которая несет в себе хала, она передаст. То есть передача туры, передача знаний, передача духовного состояния, оно происходит через хлеб. Есть в Ильхудшем Они, это такой сборник Мидорашей, есть история о Машех бен Иосиф. Машех бен Иосиф или Мессия сын Иосиф. Наверное, не очень известный термин, да? Очень известный. Очень известный. Не останавливается, да? Половина здесь знает больше. Половина знает. Тогда та, которая знает, расскажет. Только кто не знает, я не буду, хорошо? Машех бен Иосиф, Машех сын Иосифа. Это Машех, который либо погибает, либо считается погибшим, да? Помним, что Иосиф, сын Якова, Яков считается погибшим, а он на самом деле жив. Машех бен Иосиф, это сын Иосифа, это Машех страдающий. Машех, который страдает и умирает. Да, есть версия, что это тот же Машех страдающий, потом воскресающий, или страдающий и не умирает. Но Машех бен Иосиф, это страдающий Мессия. Но есть история, которая рассказывает о Машехе бен Иосифа, который, Машех бен Иосиф, который должен вступить в последний свой бой, он же погибает в бою. И вот он разделяет с учениками свою трапезу. И все, кто возьмет ему хлеб, тоже погибнет, разделят его гибель. И Медраж говорит, как Ицхак, взявший на себя дрова для всесожжения, как распинаемый, несущий свое распятие на себе. И можем здесь остановиться на еще одно, это очень известное высказывание Ишо. Очень известное высказывание, да? Относительно того, что кто не возьмет свой крест и не последует, тот не достоит меня. Бери крест и следуй за мной. Вопрос, до распятия Ишо, когда он еще не распят, он ходит по земле. И никто не знает, что он будет распят, кроме, может быть, его самого. Как возможно было это понимать? История о толковании того, что Ицхак берет дрова, и это как распинаемый, несущий свое распятие на себе. Эта история записана примерно в первом веке до новой эры. Это есть в книге Зарубавеля, Медраж Геула и так далее. То есть довольно древнее толкование. О том, что распинаемый, берущий на себя распятие и Ицхак, несущий на себе дрова, это один и тот же образ. Еще один факт, который общеизвестный, сюда надо добавить. Песах, это день, когда, то есть Акидат Ицхак, она связывается с Песхом. Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака произошло в Песах. Точно так же, как выход Иосифа из заточения. Мы можем сказать, это все байки Медроши, но для жителей первого века, для современников Ишуа, это не было байками и для авторов Евангелия, скорее всего, тоже. То есть это пространство, в котором они мыслили. Итак, согласно Медрошуа? Почему тогда Роша Шана именно читают Акидат Ицхак и связывают это именно с Роша Шана, а не с вас? Роша Шана, читают Акидат Ицхак, да, потому что суд, приговор, что Ицхак уходит освобожденным, он вынесен в Роша Шана. Во-первых, во-вторых, потому что в Роша Шана трубление в Шафар, а Шафар, первый, да, первый Шафар, Шафар, который будет трубить в Машеях, опять же, Медрош, он сделан из рога того самого Агнца, заколотого. То есть мы вспоминаем не Айцхака, а то, что в Роша Шана, в День сотворения мира создан Агнец, который будет заклан за Айцхак. Здесь, давайте уж, если мы сюда вошли, то пройдем и дальше. Медрош говорит, давайте немножко чуть развернем Акидат Ицхак в плане мессианства. Медрош говорит, что когда Авраам положил Ицхака на жертвенник и занес нож, он успел пролить траве, такая мера, да, как кубок субботный, да, кроме Ицхак. Это кровь пролилась, и когда Всевышний говорит, я пройду мимо в ваших домах, я увижу кровь, но мерцы спорят, кровь будет снаружи косяков или внутри, где мазать кровь, да. Медрош говорит, если пройду мимо, я увижу, и отвечает, вообще на самом деле, лично мне о крови на косяках, я увижу кровь, кровь Ицхака, которая пролита. То есть за счет крови Ицхака я вас избавлю. Вот эта кровь, пролитая однажды, она постоянно избавляет, и она будет избавлять до тех пор, согласно Медрошу, покуда не прольется новая кровь, кровь мессианства, с которой умирает... То есть Медрош рассказывает, что Авраам начал процесс... Да, что он начал процесс, да. И не дорезал до конца. Медрош рассказывает так, по Арханешам тоже, она улетела. То есть он начал, порезал, и Всевышний вернул, оживил Ицхак. Всевышний оживил Ицхака, ну, как можно себе представить, Авраам ножом по горлу, бах, дернулся Ицхак, пролился, рвит кровью, и тут Ицхак оживает. Ну вот, в описании Медроша, и повторяю, это Медрош, да, это не истина, не писание, на это писание Медроша, Парханеш Медроша, Ицхак, и улетела, и Всевышний оживил Ицхак. И тут, естественно, Авраам говорит, так, сейчас буду добивать. Ну, как бы, мне сказано, принести в жертву, а он не умирает, надо контрольный выстрел. И тут, как бы говорится, не поднимай руки, не поднимай руки. Посланник, вы мне же тоже говорите, что Авраам уверен был, что Бог на смысл. Да. Возможно так, да, то есть есть и апокрифическая литература, межзаветная, которая говорит о том, что Ицхак улетел. И, как бы, вообще, если мы посмотрим на образ Ицхака в Танахе, в Торе, там почти не на что смотреть. Ицхак, он такой, как будто умерший, да, вот как зомби. Ицхак уходит, там его дальше уже нету. Сказали, забрали у него, отжали колодца, да, у колодца, да, от Ицхака почти нету. Вот если мы можем сказать много про Авраама, много про Якова, то Ицхак, эвый церквич такой, ну, там, между титанами и зажат, про него самым знаем. Еще один мидраж говорит, прав Ицхака до сих пор на жертвеннике. То есть, в каком-то смысле Ицхак, он сам на жертвеннике умер. Еще один мидраж говорит о том, что Ицхак ослеп, потому что, когда он лежал на жертвеннике, в него глаза закапали слезы ангелов, которые его оплакивают. То есть, такой образ глобального жертвоприношения сына Авраама, который свершился, и кровь, кровь, таки, согласно мидражу, пролилась. Возникает вопрос, когда он увидел Ребекку, как он увидел убитый. Он ослеп же после, то есть, глаза стали слабеть, слабеть. То есть, он сказал, к старости ослеп, то есть, тогда он получил болезнь в глаз, тогда получил болезнь в глаз и стал ослабеть, и, в конечном счете, ослеп. То есть, это процесс был, а не ясно. Это процесс, да. И, опять же, комментатор, что с телом, так и не соединился, так и питающий в облаках он. Вышел в поле, да, то есть, потом, спустя годы, когда он слепой, приходит Яков, и он говорит, запах сына моего, как запах поля. Опять же, поле, да, поле. Словим в поле, питающем его как-то по человеку. Но, относительно сегодня, да, пролитие крови, да, кровь, которая будет защищать народ Израиля, до тех пор, пока не прольется та самая кровь Мессии. Редактор субтитров А.Семкин